привет добро пожаловать на мой канал хочу вам показать ноябрьскую коробочку от глосси бокс вот она мне как раз таки только пришла и здесь у нас кому как повезло то есть у кого-то была дизайнерская коробочка у кого-то простая у меня получилось дизайнерская то есть вот такая вот у меня карточка лежала что я что мне повезло и у меня дизайнерская коробочка от глосси бокс очень приятно я люблю дизайнерские коробочки то есть они за это ничего экстра не берут а посмотрите какие у них красивые коробочки даже вот это ну ее вполне можно было отнести к новогодней коробочке посмотрите какая она вся красивая здесь вот такая вот маскарадная маска и это же маскарадная маска лежит у нас внутри но посмотрите новогодние праздники это я тут уже делал делал ленточки в новогодние праздники вот мне кажется как раз таки вот такая маскарадная красивая маска очень даже пригодится И здесь все вот в такого черной у нас ленточки лежит. Здесь я уже вытянула бумажки. Такие вот у нас красивые конфетки лежат от Бейлис. Это как подарок. Здесь вот они также предлагают, что можно зарегистрироваться и возможность есть выиграть эти конфетки. Вот такие вот Бейлис. Я, если честно, не люблю конфеты с алкоголем. У меня всегда ребенок любит, когда в коробочке Glossy Box ложат конфеты, но эти, к сожалению, ей, конечно же, дать нельзя. Так что, по мне, лучше бы они положили какие-то конфетки, которые можно было бы дать ребенку. Потому что я не скажу, что я любительница конфет, а особенно с алкоголем. Но все равно приятно. Посмотрите, вот какая вот красивая тут тоже под коробочку карточка. Так что, ну, конечно, Glossy молодцы. Ну и раз у нас все такое черное, черная коробочка, черная такая тематика, даже вот, видите, сама бумажечка черная, то здесь, естественно, черная маска от Rodeal. Rodeal, не знаю, как правильно уж произносится, это очищающая маска с углем. Стоит она 11 паундов. И это вот такая вот тканевая маска. Я не любительница тканевых маск. Вы просто ее так вот ложите, ждете и снимаете. Как правило, такие маски смывать не надо. Уж не знаю, надо эту смывать или нет. Надо почитать. Но такая вот масочка. 11 паундов, ну, дороговато. Я бы такую маску за 11 паундов точно не купила бы. Второй продукт, это у нас от Bubble Tea. Вот любят они вкладывать что-нибудь от Bubble Tea. И здесь у нас такой вот скраб для тела с вишней, с ванилью, без СЛС, без парабенов. 7 паундов стоит. Здесь 100 миллилитров, как бы неплохо. Давайте понюхаем. Приятненько пахнет. Ну, посмотрим. Я люблю, когда пахнет вишней. Здесь вот описано, что это черная вишня. Прекрасно, если... Это скраб, да? Скраб для тела. Прекрасно, когда аромат вишни. Я очень люблю аромат вишни. И поэтому надеюсь только, что этот скраб не будет слишком жирный. Потому что вот есть такие скрабы, когда вы скрабируете и потом смываете. И у вас всё тело прям жирное. Это типа эффект, знаете, что вам не нужно потом маслами мазаться. Но я такой эффект не люблю. Потом и ванна вся жирная, и тело всё жирное. Я такое не люблю. Но я не знаю, что здесь у нас будет. Надеюсь, здесь такого не будет. 7 паундов стоит. Ну, как бы нормально. Такой вот скрабик для губ. Я, знаете, уже столько у меня скрабов для губ. Я уже столько от них избавилась. Я вот каждый раз думаю, что буду пользоваться ими, но как-то не пользуюсь. 16 паундов стоит с маслом ши. Здесь его, ну, мне кажется, совсем чуть-чуть. Посмотрите, вот совсем его чуть-чуть. Ну, на самом деле, это и хорошо, потому что много его не надо. Здесь он с клубникой. Но 16 паундов, как бы, ну, мне кажется, это дорого для такого скраба. Я бы его за такие деньги точно не купила бы. Но в зимний период скрабы для губ, мне кажется, самое то. Хотя у меня вот сколько они лежат. Я вот один раз ими попользуюсь, и потом они у меня опять лежат. Также у нас от... Так, это у нас было от бренда Basic, да? Дальше у нас от бренда Style. Это маска для волос. Сухой кокос. Тут что у нас тут? Инжир, да, я где-то... Да, вот инжир. Здесь вот от Style. Style Dry. Бренд, вернее, не сухой кокос, а это просто... Это бренд Style Dry, и здесь кокос, и инжир. Как я поняла, эта маска именно для тех, кто пользуется какими-то сушилками, плойками, какими-то стайлинговыми продуктами. То есть эта маска как восстанавливает это всё. На 10 минут вы её наносите. Ой, вот она такая вот тут жиденькая. Так приятненько пахнет. Можно даже сказать, особо не пахнет. Вот ближе к тому, что не пахнет, чем пахнет. 8,50 стоит она. 8,50 паунда. Мог попасться или вот эта... Помогла попасться или маска, или же сухой шампунь от бренда Living Proof. Ну, хорошо, что попалась маска, потому что сухими шампунями я вообще не пользуюсь. Последний продукт. Это от бренда Стив Лоурен. Мне очень, кстати, понравился этот бренд. У меня было в Glossy Box, так это два карандаша для губ. Они у меня до сих пор есть. Здесь, посмотрите, большой объём. Здесь у нас карандаш для глаз в оттенке Dark Chocolate. Это очень, кстати, даже хорошо. Я уже сняла со всех плёночку. И вот такой вот это карандаш. Люблю коричневые карандаши для глаз. Очень пигментированный. Здесь его нужно точить, поэтому в подарок они также положили вот такую точилочку от Icon. Здесь, конечно же, не для карандаш... А может, и для карандаша. Она для карандаша слишком толстенькая. Здесь она больше для таких, знаете, помад карандашей. Но здесь, вот видите, удобно бы поточили, потом вот так вот сняли и всё. То есть это шло в подарок, поэтому очень приятненько. И вот такой вот карандаш. Опять же, у кого что попадётся. У кого-то попадался карандаш от Inica чёрный, у кого-то от Lottie London тоже коричневый. Но я очень рада, что у меня попался от Steve Lauren. Один с паундов он стоит. И действительно у них очень хорошие карандаши. Мне не очень нравится. Ну вот это всё, что было в коробочке. Наверное, очень мне понравился карандаш. В принципе, всеми продуктами я здесь буду пользоваться. Да, всеми. Какие-то понравились чуть больше, какие-то чуть меньше, но всеми буду пользоваться. Ну и, конечно же, коробочка, конечно же, само оформление. Это что-то с чем-то. Ну вот на этом всё. Спасибо за внимание. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok